Здравствуйте, дорогие зрители. У микрофона Евгений Давутов. Сегодня очередной выпуск программы «Послесловие». И на этот раз у меня в гостях известный историк, историк с большой буквы. Человек, который знает досконально историю России, а значит историю и всего мира, потому как если не будет России, то пойдет весь мир. В гостях у меня Евгений Юрьевич Спицын. Евгений Юрьевич, я вас приветствую. Да, добрый день. Ну, вы что-то мне накидали прямо такое количество эпитетов. Я не знаю досконально историю России, как и любой из моих коллег. Она настолько богата и настолько непредсказуема в прямом смысле, что то, что сейчас кажется константой через энное количество лет, может быть опровергнута под напором каких-то новых исторических источников, данных, сведений и так далее. Так что я вас уверяю, что не я, не кто-либо из моих коллег досконально историю России, а уж тем более историю мира не знаю. Я просто специалист по истории России. Действительно, у меня профессиональное историческое образование. Я, ну, считайте, с 1986 года, это сколько уже, 38 лет занимаюсь профессиональной историей России. Понятно, что за эти годы мною прочитано огромное количество научных работ разного уровня и содержания. Просмотрено огромное количество источников. Поэтому, да, я считаю себя специалистом по истории России. Но вовсе не по истории народов и государств мира. У меня есть какие-то общие представления о развитии всей человеческой цивилизации, но я уверяю вас, что у любого профессионального историка существуют точно такие же представления и знания. Да, так что да. Да, будем считать, что специалист и историк с большой буквы. Перед тем, как мы начнем с вами сегодняшнюю интересную беседу, я напомню зрителям, не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы для последующих передач для моего сегодняшнего собеседника Евгения Юрьевича Спицына. На этой неделе было достаточно много различных юбилеев и рождения Шукшина и смерти Высоцкого – это в культурном плане, в историческом плане – это и день военно-морского флота. Но сегодня мы решили поговорить на тему крещения Руси, так как этот день мы также с вами все праздновали. И первый же вопрос, который мне хочется задать, из истории мы знаем о нескольких попытках крещения Руси. Это и Аскольдово крещение, позже святой Кирилл крестил 200 славянских семей, а в 957 году Ольги на крещение. Но по понятным причинам крещение Руси продлилось на несколько десятков лет. И в конечном итоге Русь крестили в 988 году, крестил ее князь Владимир. Но здесь, когда мы читаем, появляется такое ощущение, как будто бы тут присутствует что-то нелогичное, что-то достаточно сказочное. Такое ощущение, как будто бы здесь есть какие-то несостыковки. И вот поэтому первый вопрос, который мне хочется вам задать, все ли было так гладко, как это описано в источниках. Ну, конечно, нет. Во-первых, начнем с того, что сама дата, 28 июля, день крещения Руси, это условная дата. Мы точно не знаем, когда произошло крещение киевлян, да и самого, собственно говоря, князя Владимира. Обычно эту дату связывают с датой смерти самого князя Владимира. Как ни странно, эта дата указана в одной из редакций «Повести временных лет». То есть там стоит дата 15 июля. Я вот сейчас не помню, то ли в Лаврентьевском, то ли в Ипатевском списке «Повести временных лет», то есть наиболее старых, аутентичных, в летописных сводах, которые относятся уже к 14-му, самому началу 15-го века. И у нас по заведенной традиции к этой дате, 15 июля, почему-то прибавили 13 дней. И получилось 28 июля. Я уже сто раз говорил о шизофрении наших законодателей и наших власть-придержащих. Но в X веке не существовало григорианского календаря. Он появился только в 1582 году. Это конец 16-го века. Именно тогда произошло вот это деление, условно говоря, на юлианские и григорианские календари. В XVI веке разница была 10 дней. В XVII веке тоже 10 дней, поскольку 1600, то есть начало XVII века, без остатка делилось на 4. Уже в XVIII веке 11 дней, в XIX – 12, и в XX – 13. В XXI тоже такая же разница между елианским и григорианским календарями, церковными календарями. 13 дней, поскольку 2000 тоже делится на 4 без остатка. Поэтому почему у нас прибавляют 13 дней к всем датам до конца XVI века, мне и богу непонятно. То же самое случилось, например, с датами Ледового побоища, Невской битвы, Куряковской битвы и так далее. И в таком качестве они внесены в перечень памятных дат воинской славы России. Причем это принималось все на уровне Государственной Думы. То есть законодатель эти даты официально утвердил. То же самое касается и вот этой официальной даты крещения Руси. Теперь по существу. Понятно, что здесь можно снять не одну передачу, посвященную событиям крещения Руси. Вы абсолютно правы в том, что процесс крещения Руси занял не одно десятилетие, а некоторые говорят, что не одно столетие. Особенно то, что касалось окраин России. И официальная церковная версия крещения Руси действительно состоит в том, что якобы в 988 году, значит, когда князь Владимир вернулся из Крыма со своего знаменитого Корсунского похода, в ходе которого он занял ферсонес, который на русский манер называли Корсуню, он, значит, привез молодую жену Анну, порфирородную сестру двух византийских императоров Василия Болгары-Бойцы и Константина VII, и, дескать, низверг всех идолов, стоящих на языческом капище, и крестил всех киевлян в Днепровской воде. Но на самом деле в исторической науке давным-давно существует спор и относительно даты крещения Руси, первоначальной даты крещения Руси, и относительно того, была ли Бизантия вообще источником древнерусского христианства. То, что касается даты, действительно есть версия, которая основана на сочинениях Патриарха Фотия, так называемое окружное послание, что он крестил каких-то русов в 1867 году. А вот вопрос о том, каких русов, до сих пор не прояснён, поскольку русов тогда было целый воз и маленькая тележка, и до сих пор историки не могут установить этническую принадлежность этих русов. Потому что русские обитали на довольно обширных пространствах тогдашней Евразии. Были причерноморские русы, были прибалтийские русы, какие-то русы жили на Северном Кавказе, на Дунае и так далее, и так далее. О каких русах идёт речь? Потом сейчас всё больше и больше становится очевидным, что русы, они вообще изначально не были славянами. Почему? А дело в том, что сохранившиеся письменные источники, а также современные археологические источники, я вот это особо хочу подчеркнуть, дают основания, веские основания считать, что русы не были славянами. Почему? Во-первых, у них был другой обряд погребения, нежели у славян. У славян было трупоположение, а у русов трупосожжение. А это же разное мировосприятие. Вы же поймите, это один из маркеров вообще общих верований и представлений народа о сущем, о бытие, о вечности и так далее, и так далее. И по щелчку пальца подобные традиции, особенно обряды захоронений, не меняются. И второе важное обстоятельство. Значит, славяне жили в территориальной соседской общине, а у русов была кровно-родственная община, как у многих европейских народов, у тех же германцев или у тех же тюрок. То есть изначально русы не были славянами. То, что русы приняли участие в процессе этногенеза и в становлении древнерусского государства, это факт установленный. Но вот этот род русский, он изначально был представлен именно социальной верхушкой. Прежде всего, конечно, династией самих Рюриковичей. Само название это, Рюриковичи, это условное название, потому что по традиционной версии считают, что родоначальником этой династии был Рюрик. Хотя в других источниках, например, в той же, прошу прощения, в слове о полку Игореве, русская княжеская династия, она выводится из других корней. Понимаете? И родоначальником княжеской династии считали и Трояна, и Августа, и Игоря Старого, и так далее, и так далее. Просто надо иметь в виду, что до нас дошла лишь одна версия истории Древней Руси, изложенная в повести временных лет. А повесть временных лет – это летопись дома Мономашичей. Потому что эта повесть создавалась во времена Владимира Мономаха. Изначально было три редакции этой повести. Авторство этих редакций до сих пор является спорным. Более-менее точно можно сказать, что последняя третья редакция, которую датируют 1118 годом, принадлежала Сильвестру. Сильвестр – это егумен Выдубицкого монастыря, представитель Клира, который был наиболее близок к Владимиру Мономаху. И вот эта версия истории или версия рода Мономашичей, она и является сейчас официальной версией истории нашей страны. Особенно до монгольского периода. Какие были другие летописные своды, нам трудно сказать. Был ли подобный летописный свод, например, у Ольговичей, то есть Черниговских князей, у Ростиславичей, Смоленских князей и так далее, и так далее. Мы не знаем. По всей вероятности был. Потому что традиции летописания, они были распространены во всех русских землях. Просто до нас они не дошли. Понятно, что в Новгороде была своя летописная традиция. Новгородское летописание носило более местечковый характер. Оно сохранилось в гораздо большей степени, чем летописные традиции других русских земель. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Все вот эти даты, они довольно условны. Почему? Дело в том, что древняя часть повести временных лет, она была не датирована. И датировка этой части произошла значительно позже. Еще одно важное обстоятельство. До Петра I у нас было летоисчисление не от Рождества Христова, а от сотворения мира. Но дело в том, что тогда в Европе, как минимум, и на Востоке существовали разные летописные эры. Или вообще эры от сотворения мира, или так называемые космические эры. И старые византийские, и византийские, и константинопольские, и антиохийские, и так далее, и так далее. Вот таких космических эр до 200 штук было. Например, разница традиционная между Византийской эрой и Рождеством, и эра от Рождества Христова составляла 5 508 лет. А какие-то составляли 5 500 лет ровно, а какие-то 5 504 года, и так далее, и так далее. И мы не можем с точностью установить, а какую эру от сотворения мира тот или иной летописец использовал при написании той или иной статьи «Повести временных лет». И сколько надо вычитать, условно говоря, из старого лета исчисления от сотворения мира. То ли 5 508 лет, то ли 5 504 года, то ли 5 500 лет ровно, и так далее, и так далее. Отсюда в исторической науке до сих пор существуют горячие споры относительно начальной даты крещения Руси. Называют там и 986, и 88, и 89, и 92, и так далее, и так далее, и так далее. Но это не самая большая проблема, связанная с историей крещения Руси. Просто 988 год, он взят, как некая такая официальная дата, которая присутствует во всей учебной литературе, но как минимум в школьной литературе. А вот важнее – это содержательная сторона этого процесса, поскольку у нас, опять-таки, по официальной церковной истории, источником христианства была Византия, Византийская империя. И вот отсюда представление, что мы наследники именно Византийской империи, ну и так далее, и так далее. Но на самом деле это далеко не так, потому что в тогдашнем подлунном мире, ну, во времена Владимира, существовало как минимум шесть архиепископств. Тогда еще никаких патриаршев не было, митрополии не было, были архиепископства. Это антиохийская, иерусалимская, римская, византийская, архийская и так далее. Церковь была тогда еще едина, никакого раскола церковного еще не было. Этот раскол произойдет только в 1054 году, в год смерти Ярослава Мудрого, одного из сыновей Владимира Святого. Поэтому когда у нас на канале «Спас», например, вот я вчера слушал, ведущая, заявляет о том, что при испытании вер мы сразу приняли византийский вариант христианства, ну, это как минимум смешно, а как максимум непрофессионально говорить об этом, понимаете? Потому что никакого там православного варианта христианства в тот период и в помине не было. Еще одно важное обстоятельство. Историки еще дореволюционные высказывали разные версии от истоков русского христианства. Многие говорили о том, что эти истоки следует искать в Болгарии, например, в той же Архиде. Многие говорят о том, что истоки русского христианства следует искать в Ирландской церкви, в частности, на территории Великой Моравии. Мой вот учитель, например, Аполлон Григорьевич Кузьмин, он в свое время, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси в 1988 году, выпустил монографию. Она называлась «Падение Перуна». И он там высказал очень оригинальную точку зрения, суть которой состояла в следующем, что в Древней Руси существовали разные христианские общины. И наряду с каноническими христианскими общинами были довольно сильно распространены неканонические христианские общины, в частности, арианские общины. Дело в том, что арианство было осуждено как ересь еще на Никейском соборе, по-моему, в 325 году. Но, несмотря на это, арианские общины были очень популярны в Европе, особенно у славянских народов. Почему? Дело в том, что арианская община, она по своей организации, по своей структуре очень гармонично ложилась на социальную организацию самой славянской общины с выборностью руководящих лиц. Вот в крестьянской подземельной общине там шло согласование интересов всех членов общины. Отсюда выборность должностных лиц этой общины и их постоянная сменяемость. Ровно, родственной общине там все просто. Там самый старший глава семейства является руководителем общины, он дает все указания, принимает все основные решения, и т.д. и т.п. и попробуй только ослушайся главу рода, и ты познаешь, так сказать, всю прелесть кровно-родственной общины. Ну, это совершенно очевидно, например, вот по народам того же Кавказа, например, военакским народам, у них до сих пор традиции кровно-родственной общины сохраняются. Так вот, в арианских общинах была такая же избираемость пресвитера, не назначался сверху руководитель этой христианской общины, а избирался самими прихожанами. Понятно, да? Почему Кузьмин делал вывод о том, что значит, на Руси в тот период были довольно распространены арианские общины, вероятнее всего ирландского пошиба, которые пришли к нам через Моравию. А дело в том, что в повести временных лет в рассказе о крещении Руси содержится неканонический символ веры, пелиокви так называемая, потому что в классическом христианстве значит, троица единосущна, бог-сын единосущ богу-отцу, а они оба святому духу. А в арианстве бог-сын он подобосущ богу-отцу и святому духу. Вот это вот этот как бы символ, арианский символ веры о подобосущии бога-сына, он был признан еретическим, то есть неканоническим. Ну, как вы себе представляете, в повести временных лет содержится именно вот этот арианский символ веры. Значит, здесь что-то не так. Более того, был такой украинский историк Брайчевский, он вообще сказал о том, что, например, в речи философа содержится тоже неканонический символ веры, который он относил к павликианам. Это было такое течение в Болгарии, которые вообще отрицали божественную сущность бога-сына. Они говорили, что это бога-человек. Ну, и так далее, и так далее. И вот эти все вещи, они, естественно, в исторической науке вызвали горячие споры. Ясно, что официальная православная церковь, в том числе и наша, они все это отрицают, у них вот есть каноническое представление о хрещении, которое на самом деле мало-мало соотносится с историческими фактами и с теми колоссальными нестыковками, которые содержатся в разных источниках, о чем вы как раз и сказали. И тут можно приводить огромное количество аргументов. Ну, вот, на вскидку. Значит, когда при Владимире произошло крещение Руси, то главным конфедеральным храмом стала Десятинная Церковь или Богородичная Церковь, которая была возведена во славу культа Богородицы, то есть Матери Иисуса Христа. Но, как только Ярослав Мудрый закрепляется на Киевском престоле, то он начинает строить в Киеве, и не только в Киеве, в том же Новгороде, в Полоцке и в других русских городах, Софийские соборы. И именно Софийские соборы становятся конфедеральными соборами при нем. То есть там располагается епископская кафедра, то есть это главный собор. А культ Святой Софии был как раз распространен в Византии. Более того, при Ярославе происходит перекрещивание Десятинной Церкви. На основании чего? Ну и так далее, и так далее. Потом, до сих пор неясен вопрос, если к нам христианство пришло с Византии, а где византийская метрополия на Руси? Историки выдвигали разные версии о том, что при Владимире была учреждена метрополия, называли разных первоиерархов русской православной церкви, ну, например, какого-то Михаила. Но это все на уровне фантазии и предположений. А, значит, документально установлено, что киевская метрополия византийского пошиба или обряда была учреждена опять-таки только при Ярославе Мудром в 1036 или 1337 году, как раз тогда, когда стал возводиться Софийский собор в Киеве, а потом чуть позже, в 1045 году, аналогичный собор стал возводиться и в Новгороде. В Новгороде, кстати, Софийский собор сохранился. В Киеве-то он перестроен, конечно, поскольку он был разрушен практически до основания, во времена Батыева нашествия, и тот, значит, Софийский собор, который сейчас в Киеве, это новодел, но никакого отношения к историческому Софийскому собору он не имеет. И вот таких нестыковок и таких исторических фактов полным-полно. Но историки до сих пор продолжают спорить по этому поводу. Существует огромная историография, там и работы Никольского, и Карташова, и Преселкова, и Кузьмина, и Рапова, и Щапова, ну и так далее, и так далее. И сейчас до сих пор продолжают относительно этой темы спорить. Я думаю, что споры не утихнут никогда, условно говоря. Крещение Руси это одна из тех тем, которые всегда будут вызывать споры. И никогда к единой точке зрения ученые не придут. Ну, есть такие страницы отечественной истории, которые вот, ну это если коротко. Значит, кто хочет более подробно с этой темой ознакомиться, я рекомендую почитать книгу Аполлона Григорьевича. Но я сразу предупреждаю, что это нелегкое чтиво. Я боюсь, что даже многие профессиональные историки с первого раза не очень поймут, о чем пишет Кузьмин. Но вот эта книга, она дает богатую, богатейшую пищу для ума. Если ты действительно хочешь погрузиться в эту тематику и профессионально разбираться в этой теме, ну здесь можно порекомендовать и книги того же Щапова. Но Щапов, он больше придерживался, конечно, официальной точки зрения. Рапова был такой, профессор Олег Михайлович Рапов, который всю свою научную карьеру занимался этой деятельностью. Безусловно, двухтомник Карташова, который считается крупнейшим специалистом по истории вообще русской православной цепи, как таковое. Да, и последнее, что я хотел сказать. Тут ведь историки спорят еще относительно причин, почему Владимир ни с того ни с сего вдруг решил крестить Русь. Ведь первоначально, как у нас считается, он проводил языческую религиозную реформу, хотя некоторые историки отрицают это. В частности, тот же Рапов, он говорил о том, что строительство нового капища в Киеве у нас многие историки неверно интерпретировали как проведение языческой реформы. Никакой языческой реформы по факту не было. А все-таки большинство авторов считают, что она проводилась, но она была неудачной. выдвигает разные версии, почему она провалилась, когда она проводилась, я сейчас за неимением времени на этом останавливаться не буду, но тот же Аполлон Григорьевич Кузьмин подметил очень интересную деталь, почему языческая реформа Владимира провалилась, и почему он вынужден был проводить крещение Руси. Я уже говорил о том, что русы изначально не были славянами, а вот это капище, которое было представлено в Киеве из языческих божеств, оно представляло собой конгломерат божеств разных этнических групп. Там были не только славянские, но и русские, и иранноязычные, и какие-то другие боги, и т.д. Перун был главным богом княжеской дружины, то есть, собственно говоря, самих русов, возможно, варяга русов. И в повести временных лет есть эпизод, связанный с жертвоприношениями Перуна, когда Владимир вернулся из очередного похода на Ятвяга в Прибалтику, то в честь этого события было принято значит Владимир, ну, понятно, да, справлял по этому поводу призну, и жертву Перуна были принесены два христианина, варяга, отец и сын, Федор и Ам, и Кузьмин предположил, что вот именно эти человеческие жертвоприношения и стали камнем преткновения для проведения языческой реформы, поскольку у славян не предусматривались человеческие жертвоприношения, вот у русов были человеческие жертвоприношения, а у славян, которые составляли основу, этническую основу древнерусского государства, были жертвоприношения, но животных, а не людей. И вероятнее с тем, чтобы не идти на конфликт с основной массой населения, Владимир и отказался от проведения вот той самой языческой реформы на русско-варяшский манеру. То есть надо было искать какую-то иную скрепу, идеологическую скрепу для строительства государства. И вот такой идеологической скрепой стало именно христианство. Почему? Дело в том, что христианство это была одна из первых социальных религий, которая регламентировала не взаимоотношения человека внутри общества, а взаимоотношения человека с природой. То есть язычество это комплекс верований, который регулировал взаимоотношения человека и людей человеческого сообщества с природой. Отсюда были боги земли, неба, разных стихий, воды, ветра и т.д. А христианство это была первая или одна из первых социальных религий, которая регулировала взаимоотношения внутри самого человеческого общества. И вот эта религия была взята за основу. Ну, когда мы говорим о крещении Руси, то мы не можем не вспомнить концепцию, которую выдвинул псковский старец Филофий Москва Третий Рим Четвертому небыти. Согласны ли вы с утверждением, что прологом послужила история с Климентом Папой Римским, в честь которого стоит храм в Москве, за Москворечье. Вот в каком плане. Родился он в Риме языческом, где-то ориентировочно в первом веке, потом его сослали в ту часть, где находится Херсонес, где он и принял мучическую смерть, а далее уже его глава мощей переместилась в Древнюю Русь во время крещения Руси. Вот такой как бы маршрут получается первый Рим, образно второй и третий. Нет, нет, нет. Там действительно мощи Климента, они действительно были привезены в Фиев, и вообще он и Корсунских попов привез, и Анастаса. Вот считают, кстати, настоятеля Богородичной Церкви, или Десятинной Церкви, Попа Анастаса первым как раз руководителем Русской Православной Церкви. И поэтому и Церковь-то получила статус Богородичной Церкви, а не Софийского Собора. Нет, нет, значит, теория Москва-Третий Рим, она родилась в самом начале 16 века, связано это было во многом с тем, что шел процесс собирания русских земель и создания единого русского государства, пока еще не централизованного, но единого, насколько это было возможно в тех исторических и геополитических условиях. То есть максимальное количество русских земель, которые находились когда-то под властью Орды, а значит не под властью Литвы, они были собраны вокруг Москвы. Ну, последний таким княжеством, как известно, было Великое Рязанское княжество. И плюс тут надо иметь в виду, что при Иване Третьем с 1487 года началась полоса так называемых русско-литовских порубежных войн. Продолжались эти войны ровно 50 лет до завершения так называемой Стародубской войны в 1537 году, уже при Елене Глинской. И по итогам этих войн многие русские княжества, которые входили до этого в состав Великого княжества Литовского, Русского и Жамантийского, они признали сюзеренитет Великого Московского князя и государя всей Рути. Кстати, и титулатура была не случайно еще после присоединения Твери такая взята. не просто Великий князь Московский и Владимирский, а Великий князь Московский и Владимирский и государь всей Руси. То есть сразу были претензии на обладание всеми русскими землями, которые до этого входили в сюзеренитет Улу-Улуса, ну то есть Орды, понятно, да? Данники, Ордынские Данники. Вот. А как только этот процесс завершился, или вернее как только он начал завершаться, параллельно началась вот эта полоса русско-литовских порубежных войн. Почему многие русские князья стали переходить на службу к Великому Московскому князю? А потому что пала Ордынская ига, то есть пала вот эта система Ордынских вассальных отношений, и уже не было угрозы, что ты попадаешь в эту систему, в том числе через получение ярлыка и выдача или выплаты Ордынского выхода. А в Литве тогда начинается гонение уже на православное население, уже проявляются такие очевидные формы и социального, и национального, и религиозного гнета. Начинает ломать через колено прежде всего русскую знать, потому что принимаются разного рода привилеи, где преференции даются именно той части знати, русской знати, литовской, русской знати, которая переходит в католичество. А многие этого не хотели делать. Ну и явочным порядком стали переходить многие служилые роды, прежде всего княжеские роды, те же Голицыны, те же Трубецкие, те же Глинские на службу к великому князю. Понятно, что это вызвало целую череду военных конфликтов, которые закончились присоединением так называемых Новгород-Северских, Верхнеокских, части Черниговских, Брянских земель к московскому государству. И тогда рождается вот эта теория Москва-Третий Рим, значит, Первый Рим, понятно, да, подоша, Второй Рим, то есть Константинополь, тоже подоша, погрязший еретически, да, вот, дескать, теперь после падения всех этих падших православных, ну, вернее, христианских столиц, Москва-Третий Рим и Четвертого не бывать. Но дело в том, что историки тоже по-разному оценивают эту концепцию. Многие указывают на ее национальную замкнутость, на ее изоляционизм, в частности, Гумилев, он говорил, что это была изоляционистская концепция, которая, значит, как кокон обволакивала русское государство, отрывая его от мирового христианства. Это была своеобразная форма защиты, в том числе металлической экспансии. Но некоторые историки обращают внимание особое на эсхатологию этой концепции, связанную с концом мира. И поэтому, на мой взгляд, разумительного объяснения содержания и сути этой концепции до сих пор нет. У нас такое довольно примитивное представление самой этой концепции. И потом, надо же понимать, что вот эта философия концепция, она ведь представляет собой довольно, как бы это выразиться, эклипичный памятник. Ведь в состав этой философской концепции входит не только послание самого, философея, монаха Илиозарова монастыря в Пскове, но и ответы одного из старцев, какого-то Минутину. И они довольно противоречивы, эти ответы. Поэтому я бы не стал опять-таки проводить такую прямую параллель с этой концепцией и с тем, что у нас происходит сейчас. еще одно важное обстоятельство. От этой концепции Москва Третий Рим. По сути дела, не осталось ножек и рожек в ходе проведения так называемой Нихонианской реформы. Поскольку идеология самой этой реформы, она стала своеобразной антитезой этой концепции. Она носила обрядовый характер, формально, она носила обрядовый характер. Но тем не менее, там и доктринальные установки были изменены. Дело в том, что в русском православии, в отличие от католицизма и протестантизма, там вот этой содержательной что ли стороне тела не всегда уделялось должное внимание. То есть вот эти христологические споры, которые традиционно шли в западной церкви, римско-католической, а потом между Римом и протестантами у нас не было. У нас точное следование обряду в общем-то и выдавалось за точное следование самому православному канону. Потому что значительная часть не только приходских священников, но даже епископата была в общем-то не очень грамотна. У нас ведь полностью текст Библии, знаете, когда был переведен на русский язык. Когда? В середине 16 века. А русский язык, полный текст Библии был переведен только в середине 16 века. А пока шел процесс автофизизации нашей русской православной церкви, он же начался еще во времена Василия Темного, Василия Второго. Это отца Ивана Третьего. Была подписана вот эта знаменитая Ферраро Флорентийская уния, когда русский епископат отказался признавать эту унию. Исидор, византийский ставленник, который от имени РПЦ писал эту унию, был низвернут сам. И вот именно с этого момента состоялся собор русских епископов и рязанского епископа Иону избрали русским митрополитом. Вот с тех пор пошла... Плюс тут надо иметь в виду, что 15-й, особенно 16-й век, это век так называемой русской публицистики, начинается, начинает к нам сюда проникать разного рода ереси, в том числе ересь трегольников. Ну, правда, ересь трегольников, она чуть раньше появилась в Новгороде, еще в 14-м веке. Ересь жидовствующих, ну, и так далее, и так далее. Тут тоже... То есть там, знаете, как в Новом Ковчеге, Ковчеге, каждые твари по паре. Тут можно вспомнить и Башкина, и этого, и стяжателей-нестяжателей, и Васяна Патрикеева, ну, и так далее, и так далее. Вот, поэтому... Ну, вот эти все христологические споры, они ведь шли, ну, на уровне верхушки, условно говоря, интеллектуальной верхушки РПЦ. Они не погружали в свою проблематику основную массу не то, что православного Люда, а даже церковного клира. Опять-таки, ввиду того, что этот клир был безграмотен. они наизусть учили эти молитвы и произносили их из года в год. Поэтому, опять-таки, русское православие, оно в тот момент характеризовалось прежде всего точным и единообразным исполнением обряда. Вот надо столько-то раз поклониться, надо-то так-то покреститься, ну, и так далее, и так далее. Поэтому основные постулаты Никоньянской реформы, они затронули как раз обряд. То есть, если раньше крестились двумя перстами, то теперь надо будет тремя. Если раньше земные поклоны, то теперь пыстные. Если раньше ходили против солнца, или вернее по солнцу, то теперь надо против, ну, в крестный ход, ну, и так далее, и так далее. И вот эта вот обрядовая сторона и вызвала неприятие. Почему, кстати, противников Никоньянской реформы называли старообрядцей? У нас, правда, потом начали там, типа, это староверы, а не старообрядцы, но это игра слов. Правильно, все-таки, это старообрядцы. Некоторые говорят, вот Глинчикова у нас есть такая профессор, она говорила, что это была своеобразная форма реформации на наш, на русский манер. Но мне кажется, что она тут попотала божий дар с яичницей, потому что старообрядцы-то выступали как раз с позицией защиты старины, традиции. Вот, они не выступали напротив с позицией слома этих традиций, как, например, те же европейские протестанты, там, кальвинисты, или литеране, или губеноты, они-то выступали с других позиций, то есть, они наоборот отрицали старые формы и церковного общежития, и церковной догматики. Отсюда их протест, почему сам термин протестанты, да, протест, там разные были направления в рамках протестантской этики, вот, но вот эта борьба, она породила раскол, по сути дела, по всей Европе, религиозные войны, очень кровавые религиозные войны, за которые католическая церковь до сих пор не покаялась, нам все про сталинские репрессии рассказывают, сталинские репрессии по сравнению с репрессиями римской католической церкви, это вообще детский лепет на лужейке, там, женщина красивая ляжкой сверкнула, все, ведьма на костер, ну, и т.д. и т.п., там, Европа вся полыхала в этих инвестиционных кострах, а продажа индульгенции, значит, за спасение от греховного поведения, это вообще общим местом стало, понимаете, венцов вот этой вот реформационной как бы революции стала знаменитой 30-летняя война в Европе 1618-го, 48-го годов и Вестфальский мир, который, по сути дела, поделил Европу поровну, то есть юг и частично центр остался католическим, а север частично центр остался, стал патистанским, ну, за исключением Польши, Польша как облот католицизма на севере Европы, вот, и заметьте, что примерно тогда же, примерно тогда же начинается и неконьянская реформа, но проведение неконьянской реформы во многом было связано с политическими процессами и присоединением Гетманщины и Малоруссии к московскому царству, потому что проводниками этой реформы были главным образом выходцы из Тио-Могилянской академии, и потом, кстати, выходцы из этой академии, тот же Сеофан Прокопович, ну, там, и Олия Быковская, но и Олия Быковская он будет позже, оба Стефан Хепорский, Стефан Хепорский, который будет нестаблестителем Патриаршего престола больше 20 лет, Птийский, Сатановский и так далее, так они все были выходцами из Тио-Могилянской академии, а там эти ребята ушлые были, они, во-первых, проходили обучение в католических коллегиумах на территории той же Италии, например, и перекрещивались постоянно, для них сменить веру это как два пальца, понимаете, это как Генрих IV, Парис стоит место, так и здесь тоже, там какая-нибудь должность где-нибудь стоит место, поэтому они постоянно бегали, тот же Феофан Прокопович, он два раза перекрещивался, и вот эта вот, кстати, группировка из Тио-Могилянской академии, она почти будет главенствовать в русской православной церкви, вплоть до Екатерины в Тобой, именно она будет проводить самые жуткие, самые кровавые репрессии против старообрядцев, одни 12 статей царевной сошки 1685 года, что стоит, там практически под каждой статьей смертная казнь. Ну вот вы сейчас несколько раз сказали про реформу Никона, вообще, если смотреть на всю историю России, я имею в виду сейчас царский период, советский мы позже затронем, цари так или иначе время от времени возвращались к этой концепции Москва, Третий Рим, но если посмотреть на действия Петра Первого, это упразднение патриаршества, это создание священного синода, это как результат вот этих самых реформ, это при Петре Первом попытка отойти от этой концепции? Нет, не попытка отойти, а как раз поставить последнюю жирную точку. Дело в том, что в русской православной церкви тогда стали нарастать церепопийские настроения, но Никон ярчайшее тому подтверждение, он же когда был сабиным другом, то есть особым другом, близким другом царя Алексея Михайловича, он был все-таки старше его на четверть века, он 1605 года рождения был, Алексей Михайлович из 629-го, то есть пока он зашел на престол пацаном, пока он рос, Никон имел на него особое влияние, а он был чрезвычайно амбициозный парень, вот, он из мордовской христианской семьи, простолюдин, и тут дорвался до таких степеней, и он выторговал себе такой же титул, как и для царя, великих государь, понимаете, и очень строго наказывал, когда вот его не блюли в таком титуле великого государя, ну, а по мере взросления мужания Алексея Михайловича, по мере того, как его ближний круг из числа бояр, роптали, были недовольны всевластием, и у Никона ж характер был очень тяжелый, но они им, короче, нашептали, и в конце концов между ними пробежала черная кошка, он его блядиным сыном называл, открыто, патриарха, царь называет блядин сын, то есть непонятно от кого рожденный, понимаешь, ну, и в результате Никон был низвернут со своего сана, и т.д. и т.п. Вот. И понятно, что вот этим церепопийским настроением стал потихоньку приходить конец, потому что этот спор был о верховенстве светской духовной власти. Никон настаивал на том, что патриаршая власть, церковная власть, она выше светской власти, но кому это понравится? Уже Алексею это не понравилось, ну, а Петр добил, что называется, поползновение церкви на равную с великим государем власть. Поэтому, когда умер патриарх Адриан в 1700 году, то он просто запретил проводить новый поместный собор и избирать нового патриарха. был назначен место блюститель патриаршего престола из той самой Киево-Могилянской академии Стефан Егорский, один из митрополитов. А потом, когда он умер в 1721 году, была проведена вот эта религиозная реформа, был создан святейший правительствующий сенат. Смотрите, он на манер сената тоже был правительствующим, то есть управляющим. Значит, отныне юридическим главой русской православной церкви становился сам император, а от его имени управлять вот этой коллегией, то есть, по сути, Министерством Духовных дел, ну, это прообраз Министерства, стал оберпрокурор Святейшего Синода из числа штатских чиновников. В состав этой коллегии вводили сирархи Русской Православной Церкви, по-моему, 12 человек. Это руководители наиболее крупных метрополий и ряда наиболее почитаемых монастырей. Ну, Троица Сергиевой Лавры, Киево-Печерской, по-моему, Александра Невской. Но они все не избирались, они назначались. И вот в таковом качестве Русская Православная Церковь им пребывала почти 200 лет до Февральско-Мартовской революции, то есть до свержения самодержавия. А, значит, свержение самодержавия, оно сразу поставило на повестку дня вопрос о реформе церковного устройства. Вскоре будет созван Поместный Собор спустя почти 200 лет. Они очень радовались попы этому, говорили о том, что наконец-то двухсотлетняя ига русской монархии свергнута, пятое-десятое, это сейчас они Николая Второго облизывают, возвели его в ранг старста терпца и т.д. А тогда Николай для них это было исчезе ада. Ну, тогда известно, что они его предали, да. Ну, естественно, так что вот таким образом. Ну, вот если переходить на советские периоды времени, вот если мы вспомним действия того же Осипа Сиромича Сталина, 1938 год, выходит фильм Александр Невский, там в принципе ни слова связано именно с религиозным таким аспектом, но потом выходит в 1944 году Иван Грозный, который в какой-то степени ставился по заказу Васильевича, и там звучит фраза Москва, Третий Рим, четвертому не быти. И также, если посмотреть после той же Сталинградской битвы, после Курской дуги, идут ноты протеста на дипломатическом уровне от Советского Союза Турции. И мы помним все эти грандиозные планы Иосифа Сиромича Сталина о том, чтобы все-таки прорваться Советскому Союзу к проливам Босфор и Дарданеллы. И поговаривают современные историки, тот же Борис Галенин, что Иосиф Виссарионович Сталин вернулся к этой концепции Москва-Третий Рим и хотел в Москве создать что-то наподобие всемирного религиозного нового центра. Что вы можете по этому поводу сказать? Да ну, это абсолютно глупые, тупые концепции, притянуто все за уши. Сталин был реалполитив. Он действительно хотел использовать церковь как один из инструментов продвижения политики Советского Союза. Сделать, условно говоря, из Всемирного собора церквей один из оплотов борьбы с империализмом. Действительно, в годы войны он пошел не то, что на примирение, но на повышение статуса русской православной церкви. Разрешил провести церковный собор, избрать нового патриарха, увеличить количество приходов, открыть учебные заведения для подготовки священников и так далее. Но все это в умеренном виде. Это не было, знаете, как бы. Ему главным образом нужна была церковь как один из инструментов мировой международной политики, которая могла бы напрямую подтягивать в орбиту советского влияния другие, прежде всего поместные православные церкви, ту же болгарскую, греческую и так далее. То, что касается взаимоотношений с турками, там действительно ставилась задача пересмотра, во-первых, концепции Монтрео 1936 года о режиме Черноморских проливов и решить ту проблему, которая досталась большевикам с начала 20-х годов. Я имею в виду московского договора, который в точности воспроизвел Александропольский мирный договор, который Дашнаки подписали с турками, с Кемалем Ататюрком, поскольку они сами, сами Дашнаки, продув войну с турками, еще в декабре 20-го года подписали этот самый договор, это сейчас, по-моему, город Тюмри называется, и отдали значительную часть своей исторической Армении в состав Турции, в том числе озеро Ван, гору Арарат, а потом обвинили в этом большевиков. Большевики лишь подтвердили положение этого договора, поскольку воевать с турками они не собирались в угоду тех же американцев и европейцев. И был поставлен вопрос о пересмотре этих границ и возвращении так называемой Карской области, которая была в составе Российской империи, а по итогам событий этой войны оказалась в составе Османской империи. Причем инициатором этого выступили сами турки, потому что турецкий посол в личной беседе с Молотовым он ему сказал, что после окончания войны Стамбул очень хочет заключить Советским Союзом не просто какой-то договор, а договор о дружбе и союзе. Понимаете? Потому что турки очень опасались, что как участники гитлеровской коалиции они получат по полной программе, что называется. На что Молотов заявил турецкому послу? Если вы хотите подписывать с нами не або какой договор, а договор о дружбе и союзе, то есть по сути дела союзничественный договор, то надо бы решать пограничную проблему. А вот здесь турки дали задний ход. Более того, они побежали жаловаться в Лондон и Вашингтон. А русские такие сякие значит нас это типа хотят. Ну и в результате это ничем не закончилось. Понимаете? А потом, как известно, турки в 52-м году вступили в НАТО. С турками тоже надо держать ухо в остро еще те хитрожопые эти. Таким образом. Я думаю, что у нас от моего слова хитрожопые российско-турецкие отношения не испортятся. им полезно послушать вас. И другая сторона. Да, как оно есть, так я и говорю. Понимаешь? Турки нам никогда не были стратегическими союзниками. Они ситуационные союзники. Вот. У них там сейчас хреново с экономикой. Вот. Им надо куда-то свои помидорчики там, арбузики сплавлять, плюс эти, как ее, турецкие курорты заполнять нашими. Ну да, сегодняшнюю позицию бы российскую, наверное, бы Александр Васильевич Суворов бы не понял. Вопрос на послесловие такого философского характера, религиозного, наверное, даже. Ну вот, концепция в мире ясно сказана. Москва, Треть Рим, Четвертому не быти. А среди пророчеств именно святых. Там не разных, там я имею в виду, ванг там и так далее. Нет, конечно. Именно вот православных святых, которые признаны церковью, бытует такое пророчество, что настанут такие времена, когда будет война между Китаем и Россией, и Китай через эту войну примет христианство, станет православным народом, что в этом как бы заложен весь смысл этой грядущей войны по пророчествам. И вот тут возникает вопрос. Но там же сказано Москва, Треть Рим, а Четвертому не бытие, то есть идет противоречие как бы этому пророчеству, потому что в нем же сказано, что Китай дойдет до самого Урала. И тут же возникает вопрос, а насколько сейчас вообще работает эта концепция Москва, Треть Рим именно сегодня? потому что я год назад разговаривал с нашей замечательной знакомой Корене Александровной Геваргьяной, она мне ссылалась по-моему на 9-го, если сейчас не изменяю память, он сказал, что эта концепция сейчас вообще не работает. Да она давно уже не работает, ребята, успокойтесь. Она и тогда-то особо не работала, и сейчас она не работает. Эта концепция работает в головах наших церебожников, и так называемых религиозных философов. Я слово философы беру в жирные кавычки. Не надо вот у нас многим концепциям придают какое-то гиперболизированное значение, выдают их там чуть ли не вот если будет не так, но вы сами-то вообще вот вдумайтесь, пророчество, пророчество-то кем пишется? Не в небесной канцелярии, их же писали какие-то люди, но вы себе представляете, что полуторамиллиардный Китай, конфуцианский Китай, пять тысяч лет цивилизации китайской, вдруг ни с того ни с сего стал православным. Ну, самим не смешно. И у нас. Вот тридцать с лишним лет прошло с момента крушения Советского Союза. Вот говорят, что у нас нету никакой официальной идеологии, закрепленной в Конституции, и т.д. и т.п. Так у нас и во времена советской власти ни в какой Конституции официально не прописывался марксистско-ленинская идеология, и т.д. и т.п. Просто эта идеология была пронизана. Вся система государственного управления, воспитания, ну, и т.д. и т.д. Обучения. Потому что там была научная основа, научная база. Труды Маркса, Энгельса, Ленина, ну, и т.д. и т.д. Постановление, решение партии, правительства. У нас все эти годы существовало на уровне государства, по крайней мере, государственной элиты, либерально-буржуазной идеологии. Вот в эту идеологию попыталась строиться и русская православная церковь. Очень неудачно. Сейчас они пытаются переобуться на ходу, начинают выстраивать новую идеологию суверенной России, с идеологией патриотизма и т.д. и т.п. Но что-то плохо получается у церкви. Вот вы обратите внимание, это не мои данные, а данные социологии, что количество уцерквенных людей у нас становится не больше, а меньше. Меньше трех процентов. Да, то есть тех людей, которые действительно ходят в церковь, которые исполняют как надо все обряды и т.д. и т.п. Да, многие носят крестики, ну, по традиции. Вообще с Китаем достаточно интересные взаимоотношения, потому что люди либерального толка, они утверждают, что в Советском Союзе надуманно пугали нас китайской угрозой, и что сегодня мы должны дружить с Китаем, но я помню, что в одном из своих интервью вы как-то сказали, что Китай это вообще-то империалистический хищник. нет, нас в Советском Союзе не пугал китайской угрозой, я вообще этого не слышал. Нет, но я подчеркиваю, что это говорят нынешние либералы, им-то особо доверяются. Да, слушайте, они идиоты, они живут в каком-то выдуманном мире, я даже не хочу их комментировать, но они неучи, я не видел ни одного либерала, который был более-менее вообще образован, просто элементарно образован, вот не доводилось мне встречаться, понимаете, даже самые высоколобы из них были чудовищно необразованы, в общекультурном плане, они плохо знали историю, литературу, у них какие-то примитивные представления, штампы, у них голова забита просто историографическими штампами, и про царскую Россию, и про советскую Россию, ну и так далее, и так далее, мне они абсолютно были интересны, я никогда ни с кем из них вообще не пытался даже по существу беседовать, потому что это было бесполезно, и то, что они нам сейчас заявляют по поводу Китая, ну, что я буду комментировать, дураков, это все равно, что врача психбольницы попросить прокомментировать заявление какого-нибудь пациента, который лежит в его больнице, понимаете, вот и все. Евгений Юрьевич, я полностью с вами согласен по поводу того, что вы сейчас сказали про либералов, огромное вам спасибо за сегодняшнюю очередную просто-напросто интереснейшую беседу, я думаю, много для наших зрителей было сенсационно, я напоминаю, что в эфире была передача послесловия, а в гостях у меня был и историк с большой буквы, и специалист с большой буквы Евгений Юрьевич Спицын, огромное вам спасибо, а вы, дорогие зрители, не забывайте ставить лайки, писать в комментариях вопросы, которые мы зададим в следующих наших встречах с Евгением Юрьевичем, ну, естественно, подписывайтесь на наш канал. Евгений Юрьевич, еще раз огромное вам спасибо, и до новых встреч. Всего доброго и вам, и нашим уважаемым зрителям, до новых встреч. Да, до свидания.